Добрый день, в эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халапов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. Накануне примерно в 17.40 квадрокоптер вооруженных сил Армении попытался осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии, расположенными в Лачинском направлении. Обнаруженный беспилотный летательный аппарат был перехвачен специальными техническими средствами азербайджанской армии и выведен с территории. Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Барташевский предложил Венгрии выйти из Европейского Союза и Североатлантического Альянса. Дипломат назвал политику Орбана антиевропейской, антиукраинской и антипольской. Избирком Венесуэлы объявил, что на воскресных президентских выборах победил действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция уверена, что победить должен был ее кандидат Эдмунда Гонзалес. Мадуро после объявления результатов заявил, что его победа – это торжество мира и стабильности. Международный Олимпийский комитет опубликовал официальное заявление по поводу открытия Олимпиады 2024 в Париже. В заявлении говорится, что комитет принял во внимание все жалобы, но во время церемонии не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Сцены, показанные на церемонии открытия Олимпийских игр, подверглись резкой критике со стороны мирового сообщества. Различные организации и политические деятели заявили о неприемлемости такой организации со стороны Франции. Пресечена очередная провокация Армении. Накануне около шести часов вечера квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, попытался совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Лачинского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. Ведомство сообщает, что в результате бдительности азербайджанских подразделений деятельность очередного беспилотника была пресечена специальными техническими средствами и он был выведен с территории. О продолжающихся провокациях Армении мы поговорим с гостем на прямой связи со студией политолог Рауф Раджабов. Рауф Мэром, здравствуйте, добрый день. Добрый день, Руба Тмали. Вот военные учения США, закупка вооружения у Индии и вот разведывательные полеты армянского квадрокоптера, все это происходит в течение практически недели. Это очередная открытая провокация и Минобороны страны строго предупреждала, что ответственность за обострение ситуации в регионе будет целиком и полностью лежать на Армении. На что рассчитывает Ереван вот спустя столько времени и учитывая ее нынешнее состояние, Рауф Мэром? На первый взгляд, да, это провокация, но если глубже проанализировать цепочку событий, то они указывают на то, что это спланированные действия армянской стороны, которые предполагают принципы дестабилизацию военно-политической ситуации на части условной Азербайджано-армянской границы. Как мы видим, символично, что эти нарушения не происходят на делимитированной и демаркированной части Азербайджано-армянской границ. Это говорит о том, что армянская страна пытается стремиться реализовать домашнее задание, полученное из Парижа и ряда других столиц, чтобы вовлечь переговорный процесс по делимитации, демаркации ту или иную страну. То есть, если Азербайджан и Армения на сегодняшний день работают в формате 1 плюс 1 и он достаточно эффективен, но эта эффективность и продуктивность абсолютно не нужна ни Франции, ни другим ряду стран, которые вооружают Армению не для того, чтобы Армения жила в мире и согласии с Азербайджаном и на Южном Кавказе установился мир и стабильность. Как скоро и что поможет Армении понять, что если они хотят стабильности не только в регионе, который собственно создал Азербайджан, но и в своей стране, то единственный выход из этого это подписание мира? Ну, как очень интересно, что эти события накануне происходили и происходит встреча с представителями Армении и Турции. То есть, этим самым это еще один месседж, что эти события предполагают разрыв Азербайджана и Турецкого альянса по решению проблем, мягко сказано, с Арменией. Ведь есть вопросы и у Турции. И есть территориальное притязание не только Армении к Азербайджану, но и Турции. Поэтому в данном случае, естественно, что Азербайджан, турецкий военно-политический альянс, он будет и продолжать вести ту самую работу, чтобы не допустить. Не Армении, нет, это всего лишь предмет, но не субъект, а именно тем странам, которые пытаются внести раскол между Азербайджанами и Турцией. Вот это невозможно. И тем самым решить Азербайджану армянскую эту проблематику после решить армяно-турецкий конфликт, кейс, а потом уже Азербайджан-армянский, ну этого не будет. Потому что алгоритм один, подписание мирного договора после внесения тех или иных известных, озвученных нашим президентам, нашим верхом командующим господин Михаилом Алиевым, рекомендации, АЭС, нужно говорить, это требование, которое признал Пашинян. В январе текущего года он уже сам говорил, что консистент должна быть изменена. Но он пошел по другому пути. Поэтому в данном случае алгоритм один. Вносится изменение, подписывается мирный договор, и начинаются действия, конкретные действия по армяно-турецкому кейсу. Вот такая ситуация. Роман, министерство также предупредило, министерство обороны предупреждало, что если подобные провокационные действия не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны и с использованием всех средств, имеющихся в арсенале вооруженных сил Азербайджана. Вот что мешает Еревану это понять? И можно ли сказать, что разум, как будто бы разум руководства затуманен какими-то обещаниями Запада? Можно ли сказать, что Запад мешает принимать верные решения Еревану? Вы правы, Рухатмалеем, ваш тезис совершенно справедлив. Дело в том, что проигрыш в этом историческом притязании на азербайджанские и турецкие земли завершился полным фиаском. Ведь общеизвестно, что большая группировка армянских сил находилась в окружении и только лишь, скажем, гуманизм азербайджанской стороны спас жизни десятков тысяч военнослужащих Армении. Именно поэтому армяне не хотят воевать. Они понимают, что новая третья, скажем так, война это полная потеря государственности и общеизвестно, что это завершится выходом вооруженных подразделений Азербайджана на армяно-турецкую границу. Это катастрофа для Армении. Поэтому нужно понимать, что Армения, если сегодня просто увещевают и обещают оружием, помощью, гуманитарку направляют на военную помощь, фонд мира европейский, ну это вообще цинизм. Это сверхцинизм, когда называется фонд мира и он вооружает, он приобретает оружие и так далее летального характера. То есть даже уже не о чем говорить о европейском последствии и миссии на Южном Кавказе. Поэтому Армения просто, я думаю, наступит этот день. И этот день наступит скоро. Потому что в ближайшие месяцы они будут ключевыми и важными для и Армении, и для Южного Кавказа. И Армения поймет, что эта игра, которую ведут руками Армян, она направлена против Армян и против Армении. И до конца текущего года все встанет на свои места. И Армения поймет. Главным образом это руководство Армении в лице Пашиняна. Ситуация геополитическая, то, что развивается на европейском пространстве, это развивается именно на пользу, а не во вред Азербайджану. И Азербайджан участвует во всех этих событиях. Это очень важно. Когда они за счет твоих интересов развивают эти или иные события, а именно с твоим участием, именно с твоими планами и с учетом твоих долгосрочных интересов. Это важно. Там Армении нет. И Армения должна понимать, что эта ситуация ведет полностью нивелированию даже будущего мирного сосуществования. Сегодня на карту поставлено только лишь не прошлое, не настоящее, а именно будущее. Или Армения же будет иметь будущее, или Армении будущего не будет. Ну, все в их руках, руках руководства. Спасибо большое, Армения, за подключение. Спасибо за ваши ответы. На прямую связь со студией был политолог Рауф Раджабов. Сотрудничество в сфере транспорта. Это не просто обмен товарами, это мост к взаимопониманию, процветанию и стабильности. Именно поэтому Азербайджан и Китай уделяют огромное внимание этому направлению, особенно в контексте развития транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, в котором железная дорога Баку-Тбилиси-Карс играет ключевую роль. Азербайджан, расположенный на пересечении важных транспортных артерий, уже стал значимым международным логистическим транспортным узлом. Страна играет ключевую роль в реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь», являясь её активным участником. Взаимодействие двух стран в этой сфере становится особенно актуальным в контексте глобальных изменений и растущего спроса на безопасные и быстрые грузоперевозки. Средний коридор – это один из самых безопасных маршрутов для транспортировки товаров между Китаем и Европой. Баку и Пекин планируют дальнейшее развитие инфраструктуры Среднего коридора, включая модернизацию железнодорожных линий, портов и логистических центров. В прошлом году по этому маршруту было перевезено почти 3 миллиона тонн грузов, что на 86% больше, чем в 2022 году. В этом году этот показатель ожидается на уровне 4 миллионов тонн. Китайская логистика международная находится под постоянным давлением. Это давление есть на северном маршруте, все это давление есть на том маршруте, который Китай пытается построить через Азию. Это давление есть на морском маршруте, те же самые знаменитые хуситы, которые время от времени угрожают судам, проходящим по Красному морю и так далее. То есть Китай не имеет выбора и должен продолжать искать альтернативные пути. И в этом смысле то, что называется срединым коридором, это один из них. Для Китая он интересен. В данный момент на этом коридоре в большей степени растет импорт. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является неотъемлемой частью проекта «Средний коридор», который представляет собой альтернативный транспортный маршрут для доставки товаров из Азии в Европу. Железнодорожные перевозки по БТК в 2-3 раза быстрее, чем традиционные морские маршруты, делая использование транскаспийского маршрута более эффективным вариантом. Железная дорога позволила сократить время доставки грузов из Китая в Турцию с одного месяца до 12 дней. Доставка в Западную Европу через Турцию теперь занимает всего 18 дней. На самом деле Баку-Тбилиси-Карс в этой большой транзитной игре стратегия. Это один из ключевых проектов. И вот эти железные дороги этого региона, они с помощью БТК соединяются с турецкой железной дорогой. А турецкая железная дорога это не только турецкий рынок, это во многом еще и средиземноморские порты. И в этом абсолютная важность Баку-Тбилиси-Карса, причем не только для Азербайджана, но и для всего региона. Азербайджан совместно с региональными партнерами активно работает над превращением среднего коридора, в котором БТК играет ключевую роль в одной из основных транспортных артерий для контейнерных перевозок. Кроме того, в контексте геополитической напряженности на Ближнем Востоке и растущих угроз судоходству Баку-Тбилиси-Карс становится особенно значимой. Она предлагает безопасный и надежный транспортный маршрут, который не зависит от морских путей. Полноценную работу этой ветки мы должны увидеть в ближайшее время. И в этом смысле я считаю, что большая, большая часть нагрузки ложится на менеджмент Азербайджанских железных дорог, которые должны раскрутить этот маршрут до обещанных 5 миллионов тонн грузов. Это было бы большим-большим подспорьем в основном для Азербайджана, потому что маршрут Китая-Азербайджан тогда становится действительно транзитным маршрутом для нашей страны и приобретает еще большее значение. Сотрудничество в сфере транспорта между Азербайджанами и Китаем это стратегический шаг, который принесет взаимную выгоду обеим странам. И в этом контексте особую роль играет железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В будущем БТК будет продолжать играть ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры и создании мощного экономического моста между Востоком и Западом. Нармина Хамбабаева, CBC Министр экономики Азербайджана Микаэл Джабаров при участии руководителей профильных структур ведомства провел встречу с производителями и экспортерами продукции ненефтяной промышленности, действующих в Гяндже и прилегающих районах. Представлены меры по созданию современных промпредприятий и сокращению зависимости от импорта в этой сфере. Благодаря проведенным в последние годы реформам расширен доступ к греготному финансированию, кредитно-гарантийным механизмам и субсидиям. Значительно усовершенствован механизм поощрения инвестиций стимулируется развитие промышленных зон, применяются иные инструменты государственной поддержки. Участники встречи обменялись мнениями по дальнейшему развитию ненефтяной отрасли, росту производства и экспорта. В том числе обсуждены вопросы качества сырья, поощрения инвестиций, банковских и финансовых расчетов, защиты внутреннего рынка. На повестке дня были и темы диверсифицированных коммунинальных тарифов, государственных тендеров, доступа к кредитам и кадрового потенциала. Системное применение и совершенствование инструментов господдержки и поощрения бизнеса будет продолжено с учетом предложений предпринимателей, сообщает в Минэкономике. Другим темам ЦААЛ нанесла точечный удар по объектам ливанской группировки Хезбулла. Удар был произведен в ответ на ракетную атаку по футбольному полю на голландских высотах, в результате чего погибли 12 подростков. На фоне этих новостей президент Турции пригрозил ввести войска в газу, если Израиль проложит свои действия в отношении палестинцев. В ночь на воскресенье пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по объектам Хезбуллы в глубине ливанской территории. Правительство Израиля возложило ответственность за гибель людей на футбольном поле в районе Маджаль-Шамс на ливанское военизированное движение Хезбулла. Канцелярия израильского премьера Нетаньяху сообщила о намерении нанести сокрушительный удар по ливанской группировке Хезбулла. На фоне этих новостей ряд европейских и арабских стран призвали своих граждан покинуть Израиль и Ливан. «Я приехал в Северный военный округ, чтобы ознакомиться с планами реагирования. Мы говорим о Хезбулле. Она не останется в стороне от этого события, несмотря на свои нелепые заявления. Они открыли стрельбу и заплатят высокую цену за свои действия». Министр иностранных дел Ливана заявил, что атаку не могла совершить Хезбулла, пояснив, что обычно группировка наносит удары по военным, а не по гражданским объектам. Глава Ливанского МИД добавил, что гибель людей на футбольном поле могло привести и падение израильской ракеты-перехватчика. На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке с заявлением выступил президент Турции. Раджеп Таип Эрдоган предупредил, что в случае необходимости Турция может ввести войска в газу. «Каков был наш импорт-экспорт с Израилем в оборонной промышленности и к чему это привело? Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог совершать ничего плохого в отношении Палестины. Я хочу предупредить, что в случае необходимости Турция может ввести войска в газу». По приказу израильских военных началась эвакуация палестинцев из двух районов центральной газы – Аль-Бурейдж и Шухады. Сообщается, что жители направляют в гуманитарную зону Аль-Маваси. «В Хан-Юнисе также проходит эвакуация. Евреи в Рафахе, они в центре, на севере. И уже проникли в Аль-Бурейдж и Нусейрат. Куда нам идти? Я жительница Аль-Бурейджа. Мы сидели дома, когда нам позвонили израильтяне и сказали покинуть дом. Мы и так собирались уходить во второй половине дня, потому что видели, как соседи оставляют свои дома. Мы будем бежать в центр газа. Мы так устали». В мае Эрдоган заявил об ограничении торговли с Израилем. Он сообщил, что его решение продиктовано жестокостью премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во время военной операции в Газе. Турция анонсировала введение ограничений в области экспорта для Израиля. Под них попали 54 категории товаров, в том числе цемент, сталь, алюминий, железные стройматериалы и оборудование. Некоторые западные СМИ со ссылкой на источники в Турции передавали, что Анкара полностью прекратила торговые отношения с Израилем. Замминистра иностранных дел Польши Владислав Барташевский назвал политику Менгевского премьера Виктора Орбана антиевропейской, антиукраинской и антипольской и предложил Будапешту покинуть Евросоюз и создать союз с Путиным. Так в Варшаве отреагировали на слова Виктора Орбана, который пригрозил ЕС расплатой за военную авантюру, которую, по его словам, они затеяли в Украине. Вывести Венгрию из Евросоюза и НАТО и создать союз с президентом России Владимиром Путином предложил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану замглавы МИД Польши Владислав Барташевский. Он также напомнил, что премьер Венгрии в настоящее время блокирует почти полмиллиона евро, которые полагаются Польше от Европейского Союза в рамках возмещения за военную технику, переданную Варшавой-Украине. «Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членам организации, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии. Почему бы ей не создать союз с Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа?» Ранее Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес, по его мнению, неправильной политики Евросоюза и всего Запада, а также заявил о якобы лицемерии Польши. В то же время глава венгерского правительства похвалил действия экс-президента США Дональда Трампа и выступил в поддержку России. «Поляки проводят лицемерную политику. Они критикуют нас за отношения с Россией, но ведут бизнес с Россией через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства. Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что ЕС на это денег нет. И он уже проиграл в конфликте с Россией». Венгрия давно выступает против ряда политиков Евросоюза, особенно в вопросах миграции и распределения беженцев. Также Будапешт занимает отличную от большинства европейских стран позицию по вопросу конфликта в Украине. Ряд политиков Евросоюза выразили недовольство такой позиции в Венгрии. Так, глава брюссельской дипломатии Жозеф Боррель призвал бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште. По данным источников, таким образом ЕС посылает Будапешту сигнал, что в Венгрии не могут говорить с Россией об Украине от лица всего объединения. Сегодня президент Азербайджана Эльхам Алиев направил поздравительное письмо Николасу Мадуро Моросу по случаю его переизбрания президентом Боливарианской республики Венесуэла. Глава государства отметил удовлетворение динамичным развитием Азербайджана в венесуэльских отношениях. Избирком Венесуэлы объявил о победе действующего президента страны Николаса Мадуро на воскресных президентских выборах. Национальный избирательный совет подконтрольной партией Николаса Мадуро и единой социалистической партии Венесуэлы заявил, что после обработки 80% бюллетеней действующий президент набирает чуть выше 51% голосов, в то время как кандидат от объединенной оппозиции Эдмунда Гонсалес набрал 44%. Мы поздравляем нового президента Боливарианской республики Венесуэла, кандидата Николаса Мадуро Морреса, набравшего 5 миллионов 150 тысяч 92 голоса избирателей. Сам Мадуро назвал свое переизбрание на этот пост «триумфом мира и стабильности». Выступая перед сторонниками у президентского дворца, он заявил, что его победа показывает прозрачность избирательной системы Венесуэлы. Он также рассказал, что в день проведения голосования 28 июля избирательная система страны подверглась хакерской атаке. Глава государства поздравил технических специалистов с тем, что они успешно отразили ее. «Я могу сказать перед народом Венесуэлы и всем миром, я Николас Мадуро Моррес, переизбранный президент Боливарианской республики Венесуэла, и я буду защищать нашу демократию, наши законы и наш народ. В понедельник в 12.27 на рассвете я сообщаю о триумфе национальной независимости, о достоинстве народа Венесуэлы. Они не смогли победить, несмотря на санкции. Они не смогли победить, несмотря на агрессию. Они не смогли победить, несмотря на угрозы. Они не смогли тогда и никогда не смогут противостоять достоинству народа Венесуэлы». Опросы перед выборами и экзитполы, между тем, показывали большое преимущество перед Мадуро Эдмунда Гонсалеса из демократической унитарной платформы. Оппозиция уверена, что результаты выборов, как и на голосовании в 2018 году, были подтасованы. «Мы хотим сказать всем венесуэльцам и миру, что у Венесуэлы есть новый избранный президент, и это Эдмунд Гонсалес». Официально зарегистрироваться на президентских выборах в Венесуэле смогли 10 кандидатов, включая правящего с 2013 года президента Мадуро. Эдмунд Гонсалес являлся главным конкурентом главы государства. Согласно опросу независимой компании ОРС Консулторис, за него были готовы проголосовать свыше 59,5%, в то время как за Мадуро – около 12,5%. В условиях растущего энергетического кризиса Египта деревня Аль-Басайса становится символом надежды и устойчивого развития благодаря программе по использованию солнечной энергии. Инициатива значительно улучшила жизнь сельчан, обеспечивая их надежным источником электроэнергии. В египетской деревне Аль-Басайса программа по использованию возобновляемых источников энергии значительно улучшает жизнь почти половины её обитателей. Солнечные панели теперь украшают крышу множества домов, являясь надежным источником электроэнергии в стране, испытывающей энергетический кризис и частые отключения. В инициативе уже полвека доктор Салах Арафа, профессор физики Американского университета в Каире, предоставил местным жителям первую солнечную батарею. Изначально проект обеспечивал энергией лишь радио и телевизоры, но с тех пор его масштаб значительно расширился. «Солнечная энергия – это действительно масштабный проект. Он помог нам значительно сэкономить. Раньше мы тратили свыше 6-8 долларов на электричество, а теперь я плачу чуть более одного доллара. Когда происходит отключение электроэнергии, я, честно говоря, этого не замечаю, так как мы используем солнечную энергию. Мы надеемся, что правительство окажет нам поддержку и даст всей деревне возможность воспользоваться проектом, учитывая его большой потенциал». К 2017 году в деревне была создана крупная солнечная станция мощностью 10 киловатт-часов. Это значительно увеличило её потенциал в сфере возобновляемой энергии. В настоящее время центральная станция обеспечивает около половины энергетических потребностей деревни. «Безусловно, это изменило деревню, превратив её в образец для соседних населённых пунктов, а также для всей страны и даже мира. Альбасайса – это не только солнечная энергия, но и комплекс в Расседре, который полностью функционирует на возобновляемых источниках. Мы запустили его в 90-х годах, и он обеспечивает освещение, биогаз, солнечную кухню и сушилку. Все эти системы работали в новом сообществе на основе солнечной энергии». Помимо этого, проект по солнечной энергетике дал стимул созданию рабочих мест и развитию местного бизнеса. Это, в свою очередь, улучшило качество жизни и социальное благополучие в деревне. С каждым годом увеличивается число семей, которые подключаются к солнечным системам. И Альбасайса становится примером прогресса для других регионов Египта. Сабина Мурадова, CBC. Рыбаки на Филиппинах выражают беспокойство в связи с возможной утратой средств к существованию. Это связано с разливом нефти после аварии танкера МТТ «Ренова». Судно, перевозившее полтора миллиона литров промышленного топлива, перевернулось и затонуло, при этом погиб один из членов экипажа. В прошлом году такая же катастрофа произошла с танкером МТ «Принцесс Эмпресс», перевозившим 800 тысяч литров топлива. А число акватории заняло три месяца и очень негативно сказалось на туристических районах. Следует отметить, что рыболовство является важной составляющей экономики страны. А для миллионов людей это единственный источник дохода и важный фактор продовольственной безопасности. Мы столкнулись с серьезной проблемой. Нефть распространяется в нашем океане. Надеюсь, правительство найдет быстрое решение. Это огромная утрата для нас, рыбаков. Мы сильно переживаем за наши средства к существованию, так как все молочные рыбы Хана, с промыслом которых мы занимаемся, могут погибнуть. Альянс БРИКС, стремясь изменить глобальную торговлю, разрабатывает собственную систему финансовых сообщений, которая заменит западную сеть SWIFT. По мнению вице-спикера Госдумы России Александра Бабакова, создание такого аналога поможет выстроить новую экономическую реальность для стран БРИКС. Международное объединение стран БРИКС официально заявило о создании собственной финансовой системы, аналогичной SWIFT. Об этом сообщил генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан. Новая система позволит участникам БРИКС осуществлять трансграничные транзакции, не полагаясь на доллар США. Предполагается, что этот шаг потенциально изменит баланс экономических сил на международных рынках. Это новая технология, которая будет применяться и будет существенно лучше, чем существующая система SWIFT, которая уже очень сильно устарела. Таким образом, в рамках БРИКС можно создать новую экосистему для того, чтобы делать быстрые, качественные переводы как внутри стран БРИКС, так и с их торговыми партнерами. Ранее замглавы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими заявлял, что БРИКС планирует рассмотреть создание собственной системы обмена финансовыми сообщениями. В марте члены БРИКС начали создание платежной системы на основе блокчейна и цифровых технологий. Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, главное убедиться, что это удобно для правительств, простых людей и бизнеса, а также экономически выгодно и свободно от политики. По мнению экспертов, новая финансовая система существенно лучше устаревшей сети SWIFT. Такой подход позволит странам БРИКС быть независимыми от существующих систем расчетов в рамках различных систем и создать свою независимую систему. Такая система, аналог SWIFT, поможет заменить существующую систему межбанковских расчетов и позволит обойти санкции, налагаемые на Россию. То есть это основная цель. И на мой взгляд, чем быстрее такая система будет создана, тем быстрее страны БРИКС станут единым центром экономической мощи и будут наращивать свое влияние во всем мире. Эксперты утверждают, что новая система поможет упростить расчеты вне долларовой системы и сократить зависимость рынков от этой валюты. Финансовая повестка БРИКС нацелена на создание новой экономической реальности, которая решает эти две ключевые задачи. Тем не менее, в настоящее время SWIFT является де-факто стандартом для маршрутизации денег через банки по всему миру. В Шанхае стартовали испытания беспилотных такси. Эти современные автомобили оборудованы передовыми системами навигации и безопасности, что позволяет им самостоятельно передвигаться по городу, избегая препятствий и соблюдая правила дорожного движения. Цель тестирования – оценка эффективности и безопасности беспилотных такси в реальных условиях, а также сбор данных о поведении автомобилей и восприятии пассажиров. В Шанхае начались испытания беспилотных такси, представляющих жителям города возможность совершать бесплатные поездки. Это новшество является частью масштабного проекта по внедрению автономных транспортных средств в городской инфраструктуре. Беспилотные такси оснащены передовыми системами навигации и безопасности, что позволяет им самостоятельно передвигаться по городу, избегая препятствий и соблюдая правила дорожного движения. Я услышал о новой системе искусственного интеллекта для самостоятельного вождения и, будучи очень заинтересованным в таких вещах, просто должен был приехать сюда, чтобы попробовать. Честно говоря, я не ожидал, что на сиденье будет сидеть водитель, но это имеет смысл, ведь они только внедряются. Поэтому для безопасности нужен кто-то, кто мог бы взять управление в случае необходимости. Меня поразило, что водитель ни разу не положил руки на руль во время всех поездок. Было интересно наблюдать, как машина сама разгоняется, тормозит и замедляется. Это действительно увлекательно, и я очень рад возможностям, которые открывает эта технология. Целью этих испытаний является оценка эффективности и безопасности беспилотных такси в реальных условиях. В ходе тестирования планируется собрать данные о поведении автомобилей в различных дорожных ситуациях, а также о том, как пассажиры воспринимают поездки на автономном транспорте. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Собранные данные помогут разработчикам улучшить систему управления и повысить надёжность беспилотных такси. Внутри машины было очень уютно. На спинках сидений были установлены экраны, а меню было доступно на английском языке. Это делает использование удобным для всех, кто находится в Шанхае, и это здорово. Можно было не только слушать музыку или включать свою собственную, но также проверять маршрут движения и наблюдать за 3D-моделями транспортных средств вокруг машины. Беспилотные роботакси работают в ограниченном масштабе, в основном в США и Китае. Объединённые Арабские Эмираты также стремятся привлечь компании для проведения испытаний. При этом существуют опасения по поводу безопасности пассажиров, ценообразования и неопределённости в сфере занятости. В Китае, например, можно проехать около 10 километров на беспилотном автомобиле за примерно 50 центов. Организация Олимпийских игр в Париже находится на самом низком уровне. Такого мнения придерживаются не только спортсмены, но и эксперты. Международный Олимпийский комитет уже начал оправдываться за организацию 33-х Олимпийских игр. Но подробнее расскажет моя коллега Евдокия Москва. Евдокия, здравствуй. Здравствуйте, коллеги. Очередной день Олимпиады вчера закончился извинениями Организационного комитета за предоставленный образ Тайни Вечерей Леонардо да Винчи в образе трансгендеров и драг-квин и других смелых, так скажем, высказываний. Дело в том, что сразу несколько епископов и несколько глав церквей католических и других христианских выставили свою ноту протеста, так французский епископ, афилированный с Олимпийскими играми, заявил, что определенная часть французских атлетов не могли спокойно спать, то есть открытие Олимпийских игр повлияло на их моральное состояние, и такого быть не должно. А вот французские епископы высказались даже более остро, сказав о том, что не должно быть так, что любое мероприятие в 21 веке скатывается в гей-парад, потому что спорт не имеет ничего общего с такими альтернативными высказываниями, и при этом сами организаторы Олимпийских игр, организаторы открытия Олимпийских игр заявили о том, что их целью было сделать по-настоящему смелое высказывание, толерантное ко всем слоям населения, ко всем проявлениям человеческой природы, и им кажется, что это удалось, но они очень извиняются перед всеми, чьи религиозные чувства были задеты. Таким образом, Олимпиада продолжается, но продолжаем собирать скандалы вокруг Олимпийских игр в Париже. На этот час у меня для вас все, увидимся чуть позже вечером, расскажу о событиях к вечеру. Спасибо, Евдокия. Да, с этой Олимпиады не нужно ничего собирать, скандалы сами приходят. Евдокия Москва была на прямой связи со студией, но мы продолжаем наш выпуск спортивными новостями. Сегодня на Олимпиаде в Париже азербайджанские спортсмены успешно стартовали в очередной день соревнований в дюдо и фехтовании. В весе 72 килограмма в первой схватке победу одержал дюдоист Хидаят Гейдаров, победивший в 1-8 финала Товара Питбуля из Израиля. Следующим соперником Хидаята стал канадец Артур Маргиридон, которого он также успешно победил и прошел на следующий этап. Фехтовальщица Анна Башта обыграла в 1-8 финала китаянку Ян Ханькюй. Следующей соперницей Башты станет Ольга Харлан из Украины. В админтоне выступила кейша Фатима Захра, которая, уступив сопернице из Великобритании, не сумела выйти в стадию плей-офф. На этом были все актуальные новости. К этому часу, чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok